В чем разница между жертвой Богу и пожертвованием? Если человек пожертвовал чем-то своим материальным, а также своими силами, своим временем в пользу другого человека или в пользу церкви, то это, в моем понимании, очевидное благо для человечества и самый богоугодный поступок. В Библии есть описание жертвы для Бога, при которой не ясна польза для самого жертвующего и зачем это вообще Богу. Каин и Авель жертвовали частью своего скота, то есть просто уничтожали его, превращали в ничто? Адама и Еву Бог почему-то не учил. А откуда тогда Каин и Авель знали, что жертвоприношение Богу должно быть? Представьте себе, что Вы дитё Адама и Евы, которых только вчера Господь из рая выгнал. Как Вы думаете, они могут Вам кое-что о Боге рассказать? Могут ли они сказать, что Богу угодно, не угодно? Как Вы это думаете? Люди только что были в раю. Непосредственно Господь создал Адама, из ребра его создал Еву и привёл её к нему. В общем, они там жили какое-то время, имена животным нарекали, вообще с Богом общались, вообще были в Боге. Как Вы думаете, они хорошо знали Бога и что Ему угодно, что не угодно? Как Вы полагаете? Что касается жертвоприношения, пожертвовал чем-то своим материальным в пользу другого человека или в пользу церкви, то в этом очевидное благо. Для меня, например, это не очевидное благо, если человек просто пожертвовал. Потому что Христос в Евангелии говорит, что можно жертвовать и напоказ, чтобы показаться перед людьми благочестивым. И вроде как бы очевидное благо, но, Вы знаете, иногда можно услышать такой упрёк в сторону церкви. А почему церковь берёт деньги всяких бандитов, людей, которые нажили свои состояния незаконно? Ведь это деньги, знаете ли, они ограбили население, а церковь берёт. А что это они вообще такие деньги церкви отдают? Грехи замаливают, наверное? Ну вот хорошо, тут разобраться. Для церкви, может, это и благо, что ей деньги дают, и она решает какие-то свои задачи. А для самого жертвователя есть ли какое-то благо, что он украл миллион долларов и пожертвовал 10 тысяч рублей? Для него это какое-то благо, не благо? Здесь, знаете, в мотивах очень много сокрыто. Поэтому аккуратнее здесь я бы выражался. Не столь очевидное благо. Вот та жертва, которая сделана ради Христа, неважно, другому человеку ты дал ради Христа, потому что так Господь велел, потому что другой человек – это образ Божий, потому что в его лице ты как будто бы самому Богу даёшь ради Христа. Это одно, это действительно правильно. А если ты жертвуешь, потому что тебе жалко этого человека, из жалости, то, знаете, можно в некоторых случаях при определенных обстоятельствах в обратную получить, так сказать, своими деньгами и кинуть тебе в лицо. Потому что жалость унижает человека. Так что что там в мотивах? И вот в этих мотивах лежит также и жертва Богу, когда и в Ветхом Завете и Каин, и Авель, и другие ветхозаветные люди приносили Богу жертву. Дело не в том, что они материальное что-то куда-то взяли, куда-то передали, а дело в том, что у них там в душе. Вот это жертва Богу Дух сокрушен, вот это важно. А то, что это выражалось в материальных каких-то вещах, Ветхий Завет достаточно жесткий и люди были достаточно грубые. Вот так вот. Вопрос, на самом деле, очень глубокий. Я постарался сжато ответить, но полно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok